И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкабарты. Мы, конечно же, будем что-то пить. Оно вот уже выставлено красиво, прям почти светофорчик. И тут вот какое дело. Не так давно у меня была водка от Сибров. Вот в этой вот новой упаковочке. И я тогда на видео сказал, что вариантов было много. И я взял ограниченное количество. Я вам больше скажу. Если они правильно выставлены мерчендайзерами, то они выставлены в количестве водок то ли 6, то ли 7, и в количестве настоек что-то в районе 5. Ну да, зубровка у меня была сразу отметена. Зубровку я раньше пил как бы. Но все остальное вышло в обновлении. Надо было еще что-то брать. Поэтому вот вторая часть записи, собственно, потому что первая была по водке, а сейчас по горьким настойкам. Но тут со мной случился некий конфуз. И я поясняю, в чем дело. Я уже сегодня, когда их вот выставил и посмотрел, они, оказывается, все 38 градусов. Я-то что-то, может, по старости, может, еще по каким причинам, думал, что они должны быть где-то 25. И я так думал, что как раз к записи привлеку жену, там будет что-нибудь слабенькое, сладенькое, и потом вижу настойка горькая. Блин, Дениска немножечко лоханулся. Но, в общем-то, это никак не отменяет сегодняшней записи. Настойка горькая, так настойка горькая. Три вида, все по 38. Почему 3, а не 5, спросите вы? Ну, потому что 5 бутылок на одну запись, это уже, мягко говоря, чрезмерно. Вот, и мы имеем настойка горькая пряная клюква. Про вот этот знак я уже говорил в видео про водки. Кстати, вот сейчас, наверное, появится ссылочка, если я сначала забыл об этом сказать. И это называется знак дружбы. Это у них на сайте написано. И форма бутылки обещает нам, сейчас я повторю, поэтому мы создали бутылку, поверхность которой повторяет традиционный аламбик для приготовления спиртных напитков. Ну, кованый аламбик, оно напоминает. Дальше мы берем инструмент, который вам всегда нужен при распитии крепких спиртных напитков, то есть очки. Нам надо будет почитать, что здесь написано. Так, пряная клюква. Вода питьевая подготовленная, спирт люкс, спирт ароматной клюквы, настой водно-спиртовой перца красного сладкого, сахар, спирт ароматной корки лимона, спирт ароматной мускатного ореха, т-т-т-т, ну, в общем, краситель кармин. О, кармин. Видишь? Кармин. Регулятор кислотности, гидроксид натрия. Хорошо. Уговорили. Медовая на травах. Вот, честно, моя ставка сейчас, это на медовую на травах больше всего. Не знаю, кстати, почему. Вода, спирт люкс, сахар, настой водно-спиртовой чабреца, настой, извиняюсь, спирт ароматной корицы, настой водно-спиртовой мяты перечной. Так, мед. Ну, одно непонятное. Медовая на травах. Почему сначала чабрец? То есть, по логике, мёс с чабрецом должны были бы идти где-то рядом. И мой старый знакомый домашнее с хреном. Я уже потом, когда взял, вспомнил, что в старом варианте, в старой бутылке, мы записывали это дело с Богданом. И я тогда дико наехал на вот это вот прозрачное, как слеза, или что-то в этом роде. Это было написано на бутылке. Ну, где же здесь прозрачное? Это как слеза. Но здесь такой надписи нету. И здесь есть вода, спирт-люкс, спирт-ароматный хрена, спирт-ароматный почк сосны, комплексная пищевая добавка, нейтральная эмульсия, которая содержит гумиарабик и альфа-токоферол. Вот здесь, наверное, всё-таки остановлюсь. Ну, сейчас дочитаем до конца, что у нас ещё есть. Регулятор кислотности, мёд натуральный, ароматизатор хрен. Гумиарабик. Гумиарабик это такое, по-моему, из акации делается нечто. Короче, это такой стабилизатор вот этого всего, когда вы делаете мутняшку, а в данном случае мы имеем мутняшку, чтобы эта мутняшка у вас под действием солнечных лучей или ещё чего-то не разложилась на составляющие. То есть было бы очень обидно купить вроде бы мутняшечку, а через три дня подойти, и мутняшечка она вот здесь, а всё остальное прозрачное. Ну, как-то не по-христиански получается. И альфа-токоферол. Дорогая жена, вам слово. Это кто? Ну, если про мою работу, то... Ну, как бы фармообразование из нас у тебя. Как бы витамин Е. Он страшно полезен всем, кроме того, кому вреден. Антиоксидант, женские витамины, вообще прям красота. Чё, чисто женские? Мужикам вообще нельзя. Можно, но женщинам полезнее. Антиоксидант. Антиоксидант. Вот давайте на этом слове остановимся. Это витамин Е. Да, правильно? Угу. Витамин Е. С витаминками, ребят. С хреном и витаминками. И, наверное, на этой радостной ноте я предлагаю потихоньку открывать. В принципе, я думаю, что я зря вот так вот всё расставляю. Даже если я их случайно перемешаю, я думаю, я с первого же взгляда отличу, кто где. Давайте в том же порядке. Пряная клюква. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Меня, конечно, немного смущает слово пряное, но это лично моё мнение. Я это слово не люблю. Не знаю почему. Медовая на травах. И хренаушечка. Вот прям видно, что ты жёлтую больше всего хочешь, ты больше всего себе налью. Да ладно, посмотри. Не-не-не, жёлтая больше. Жёлтая больше? Ну ладно. Но какая красота, ребята! Вот это мне уже нравится. Вот, честно говоря, вот мне так нравится. Вот, причём была бы прозрачная, вот я сейчас выступлю в поддержку хреновухи. Была бы прозрачная, она бы смотрелась не так. Вот именно в комплекте это смотрится вот прям как надо. С чего я там обещал начать? С клюквы? С клюквы. Ну вообще запах сначала. Клюковка. Пахнет шабор. Была заготовлена фраза «до хрена хрена», но хрена не до хрена. Что самое интересное, кстати, я пересмотрел своё предыдущее видео, с ней связанное. Здесь немножко другой состав. То есть это не ребрендинг, просто взяли, поменяли бутылку и разлили. А здесь реально немного изменён состав. И что уже само по себе интересно. Ну что, клюковка, поехали. Собачка хочет в дом войти. Клюквенно, причём жестковато клюквенно, и я объясняю почему. Крепкую клюкву очень сложно сделать так, чтобы она пилась легко. Клюква слабая, там типа 20 градусов, вот такого плана, заходит на ура, просто вообще не важно чья. Не важен производитель, ничего не важно. Она всегда заходит. Там до хрена сахара, там клюквенный привкус есть. Всё. Здесь как бы сахара не особо, всё-таки настойка горькая. И вот именно такое жестковатое. То есть очень многие люди, когда пьют что-то клюквенное, они надеются получить вот этот вот множественный оргазм. Прямо сразу, нет, нет. Крепкие настойки клюквенные, они достаточно жесткие. И здесь, кстати, то же самое и подтверждается. Но с учётом того, что после первой я не начал ругаться и не начал кричать, принесите мне что-нибудь закусить, то вполне себе таки да. И, кстати, крепость 38 тоже играет нам на руку. 40 и 38 это реально две большие разницы, как говорится. Ну нравится оно мне. Вот оно мне понравилось изначально, вот это вот. Жёлтенькое, медовое на травах. И она мне нравится и сейчас. Ну. Ну, медовое, поехали. Я понял, почему оно называется медовое на травах. Трав-то, честно говоря, много. Я ожидал мёд больше. Такую вот медовость. Но я понимаю, что вот-вот пахнет шабор прям вообще. Прям вообще. Реально такое травяное классное послевкусие вот здесь зашло. Вот. Вот. Вообще оправдало все мои ожидания. Вот это вот. Выходим на шаг вперёд. Ну и хреновушечка. К хреновухам вообще у меня отношение довольно сложное. Ну, давайте так. Так, чтобы заранее не прогнозировать, выпьем, потом подумаем. Точно изменили состав. Хреновуха сейчас зашла как самая мягкая из них. Я к ней готовился, я ждал этого момента, но зашла реально как самая мягкая. Так, повторяем весь процесс. Да, видяшка, походу, будет затянутая немножечко. И заодно хочу сказать, почему у меня, собственно, посуда-то сегодня не коньячная. Обычно ставлю коньячные бокалы, выпендриваюсь по этому поводу, конечно же. Вы знаете, я вот именно сегодня что-то решил, что ну не будет никто, кроме меня, данные напитки пить из коньячной посуды. Ну не будет. Ну вот вообще не будет. Тем более, что у меня уже примерно созрела мысль, как определить каждый из них. То есть, под что? Может, надо было, конечно, брать все пять видов, честно говоря. Может быть. Но уже ладно, не взял, так не взял. Тем более, пять рюмок это сложнее, чем три. А три выглядят, вот они выглядят для меня сейчас как-то красиво и сбалансировано. Если кто будет брать, берите вот так, комплектом. Вот серьезно, вот так вот на стол поставил, и хоть ты прям вот радуйся. Сейчас начнем с обратного конца. Хреновушечка. И, наверное, чтобы не затягивать, буду сразу высказывать свое мнение. Хреновуха. Пахнет, я ожидал больше хрена. Я правда ожидал больше хрена. При этом хрен присутствует, но она, наверное, самая нейтральная из этих троих. Но, наверное, вот давайте уже по местам распределять, да? Хреновуха займет третье место. Причем не потому, что она хреновая, а именно потому, что она хреновая. Не в смысле плохая, а в том смысле, что это не напиток для домашнего распития. То есть, вот так, как я сейчас здесь сижу при температуре, уже плюс 23, блин, надо прикрутить. Все. Ну, это не то. Это надо пить, знаете, когда? Это вот зимняя рыбалка, лунка вот эта вот, да? Два дохлых окуня уже валяются рядом. Вы сидите там надрагиваете, так сказать, надаюдочкой. Там где-то мормышка болтается, и очередной окунь собирается стать скоро дохлым. Вот это вариант. Вот это вариант. Какая-нибудь зимняя охота на медведя. Причем медведя мы не нашли, да и хрен с ним. И берлогу не искали. Мы вышли выпить. Вот это вариант. Вот это вот реально такой вот ситуационный. Просто так сесть дома и ее пить, ну не знаю. Ну не знаю. Наверное, все-таки немножечко не то. Вот это нужно под ситуацию. И именно из-за этого она у меня отходит, наверное, на третье место. Из этих двух. Ну. Сейчас, секундочку. Товарищ жена, вы далеко ушли? Что хочешь? На, хотя бы понюхай. Не обязательно пить, оставь мне. Я это с радостью сделаю за тебя. Но мне надо, чтобы ты сказала свое мнение вот по продуктам. Вот я считаю, что эти оба девочковые достаточно. Ну как бы это для взрослых девочек. Для взрослых, умудренных опытом. Да, 38. Тут написано 38. Ну, плюс не проставили. Надо нюхать сначала травяное, потому что у нее более деликатный запах. Травы очень много, но он более деликатный. Их много. А клюква такая, рисковатая, забивает она, ну, сразу прям клюква. Подожди. Вот ее прям так хорошо на расстоянии. А здесь прям вот как из чайничка моего любимого запаха. Трава. Все, вот, вот, я понял. У меня жена всегда любит вот чай, какой-нибудь с чабрецом, еще с чем-то еще. И вот, наверное, это оно. Вот это да. Внутрь я все понюхай тогда. Ну, зачем ты мне все портишь? Хрена в уху. А, кстати, не несет хреном. Нет, чуть-чуть есть. Но не так, чтобы вот не пугающе. Я боялась, что, знаешь, когда покупаешь иногда ты чипсы с хреном, вот это холодец с хреном. Открыл пачку и слезы потекли, да? Вот это не. Вот это не. Не, нормально. Так, ну, деликатнее. Хорошо, что бы ты для себя выбрала? Я бы выбрала шоколадку. Понятно. А из этих трех? Ну, не знаю, я же не пробовала. Я же только нюхаю. Нюхать? Ну, можешь что-нибудь одно попробовать? Ну? Травки. Травки? Травки. Травки. Вот, наверное, в данном случае это редкий случай, когда я полностью согласен с женой. Да, клюковка, это прикольно. Но клюковка, вот как клюковку пить? Знаешь, в чем дело? А здоровительно? Как вот ее употреблять? Ну, то есть не в том. Клюква страшно полезна, почки, все дела, нижние мочеполовые, все эти, да. Но клюква, это не моя родная ягода. Клюква, это у меня как бы попозже было. А кто у тебя родная ягода? Ну, чабрец там не роднее, чем клюква. И клубнички. Клюква, да. Но клюква не твоя. Поэтому клюква просто не моя. Клюква у меня, наверное, на втором месте. Тут написано, кстати, пряная клюква. Ты согласна? Я не очень понимаю, в принципе, слово пряное. Слово пряное? Я его не люблю, а ты не понимаешь. Все, отменяем это слово. Но клюковка у меня на втором месте, как, наверное, такой вот. Межсезонье. Межсезонье. Начал замерзать или свеже начал согреваться, надо что-то бахнуть. Обязательно бахнуть, и это будет клюковка. И мой сегодняшний фаворит, ребятушки, это вот это медовое на травах. Это вот та медовая на травах. И думаю, блин, я же думал взять перцовку. Но перцовку я знаю. Хорошо, что я взял не перцовку. Не потому, что она может быть хуже. Потому что эту я еще до этого не знал. Но это травяной чай. Вот это реально травяной чай по запаху. Я на всякий случай сразу победителя еще раз накапываю. Ты чая меньше пьешь. Ну, так как тоже может много чая выпить. Но вот это мне откровенно просто, вот это интересно. Это интересно просто. Это чабрец, это такое хорошее. Оно пахнет, спиртозности же нету в запахе. Чабрец с каким-то медом, с чем-то еще. Что у нас там в составе-то было, дайте еще раз прочитать. Затягивать видяшку, так затягивать. В конце концов. Ну, три бутылки, извините. Чабрец, корица, перечная мята, мед. Чабрец, корица, перечная мята, мед. Чабрец и мед. Да нет, пожалуйста, раз уж затянул. Коньячный. Коньячный. Ну, просто мне надо, потому что... Вы знаете, мне это откровенно понравилось. Вот это вот, это мое, наверное, открытие 2022. Первое, может быть, из открытия 2022 года. Но это откровенно очень интересно. Отдай. Отдай. Ну, дай, дай, дай мне сюда, дай мне сюда. Единственное, я откровенно боюсь, что мне сейчас коньячный испортит все ощущения. Потому что будет много чего-нибудь. Много. Много. Нет. Нет. Не-не-не-не-не-не. Вот такая вот посудка для таких напитков. Короче, дабы не затягивать дальше, без излишней болтовни, медовая на траллах, мой фаворит однозначный, клюковка, межсезонье, хреновуха, лунка, мормышка, или пошли на медведя, а берлогу не стали искать. А подборщ? Подборщ? Подборщ. Кстати, кстати, подборщ. Кстати, подборщ. Спасибо, что подсказал. Вот вы видите, говорите, жена все время за кадром, а польза-то от нее присутствует. Поэтому, за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью, за то, чтобы все у нас у всех было хорошо, за медовую на травах, которая мне сегодня откровенно просто зашла, и за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И до следующих видяшек.